Так, ну хорошо, мы начинаем, то есть, собственно говоря, продолжаем. Мы в прошлый раз прочитали введение, или ИГР, послание, которое предшествует путеводителю растерянных. Ну и, в общем, мы основные мысли этого введения с помощью, в том числе, комментариев Миши Шнайдера, мы вроде бы поняли. То есть, он, с одной стороны, рисует нам образ идеального ученика, который обладает определенными познаниями и определенными интересами. И, помимо этого, уже в самом введении затрагивается, собственно говоря, вот эта тема, тема, которая в дальнейшем будет рассматриваться как растерянность. Да, эта растерянность, она может быть связана, действительно, с тем, что Рамбан скажет в самом введении. А с точки зрения Миши Шнайдера уже здесь появляется эта самая некая растерянность, которая связана с тем, что вот этот самый идеальный ученик, по крайней мере, слышал, да, слышал о Каламе, слышал о Матакалимонах, то есть слышал о рационалистической теологии, которая на определенном этапе рейской культуры и исламской культуры в каком-то смысле считалась адекватной религиозной философией. И, на самом деле, с точки зрения Рамбана никуда не годится такого рода религиозной философии, да, в силу развития аристотелизма, а именно Аристотеля и его комментаторов, и поэтому, собственно говоря, самый ученик должен, в общем, к этим знаниям постепенно прийти. Ну, и я хотел прочитать еще маленький фрагмент из этого освещения с комментарием Миши, потому что мы в прошлый раз эти комментарии пропустили. И вот увидел я, что ты требуешь от меня еще и еще, просишь разъяснить тебе вопросы, относящиеся к теологии, сообщить о воззрениях, термин теологии мы читали, сообщить о воззрениях Матакалимов, вот это как раз Калам, являются ли пути их на заключении доказательными, а если нет, то к какому искусству они относятся. Ну, и об этом мы тоже говорили, да, что значит доказательные. А именно аподектические суждения, которые выводятся из аксиом, и правила вывода тоже являются доказательными. А есть другого рода искусство, искусство построения силогизма, которое относится к диалектике, к риторике, к поэтике в том числе. И именно про это я хочу прочитать комментарий Миши. Если нет, то к какому искусству они относятся. И вот комментарий Миши. Майманин подразумевает здесь типы дискурса, не являющиеся аподектическими, которые также рассматриваются в аристотельском арганоне. А в средние века, именно среди арабских комментаторов Аристотеля, арганон включал также риторику и поэтику. У самого Аристотеля это не так, а вот его комментаторы средневековые включили и риторику, и поэтику в арганон. То есть они понимали, что любая речь, любые типы речи, они должны быть построены по определенным правилам. То есть если я занимаюсь доказательством, это искусство аподектики. Если я занимаюсь вероятностными высказываниями, то это искусство диалектики. Если я занимаюсь убеждением кого-то, то это искусство риторики. Если я занимаюсь развлечением кого-то, то это искусство поэтики. То есть это разные типы дискурса, и в каждом из них есть свои правила построения утверждений или пропозиций. Ну и он имеет в виду, конечно, в первую очередь диалектику и риторику. В отличие от аподектики, они порождают не истинные и достоверные, а только правдоподобные вероятностные высказывания этой диалектики или убедительные суждения. Да, это риторика. Ну и дальше Миша говорит, что логика – это монолог чистого разума, путем необходимых на заключение, приходящего к единственному возможному выводу. Диалектика занимается сферой возможного и реализуется как диалог между противоположными тезисами. Поэтому, собственно, она называется диалектикой, да, это вопросы-ответы, каждый из которых отстаивает свое право на существование, то есть на правдоподобие. А в риторике коммуникативный аспект преобладает, и она предполагает наличие аудитории, судей, народного собрания и так далее, которую говорящий стремится убедить и привлечь на свою сторону. И в трактате о логическом искусстве, это раннее произведение Маймонида, Маймонида пишет, что диалектический силогизм основывается на общепринятых посылках. Общепринятые посылки, в отличие от аподектики, это не самые очевидные для разума аксиомы, а то, что принято среди людей. А риторические – на принятых, то есть опирающиеся на традицию. В чем разница между общепринятых посылках и принятых посылках? То есть и то, и другое вроде бы принято. Но на иврите, например, когда Шмойль Бентимон переводит эти два термина, он говорит о «нефурсамот» и «некубалот». «нефурсамот» – это то, что известно всем, то есть стало распространилось, слово «персум» – распространение. А «некубалот» – это то, что принято. Поэтому общепринятые – это то, что мы бы назвали каким-то консенсусом, никто особо и не принимал, а просто это распространено. А вот риторические – на «некубалот». «Некубалот» – это то, что я воспринимаю как авторитетное высказывание, а это я принимаю на себя. Это разные, на самом деле, сферы. И, в общем, нам пригодится вот это различие. Различие между теми посылками, которые называются «нефурсамот», то есть распространенными, консенсуальными и теми посылками, которые называются «принятыми на веру», то есть в силу той или иной традиции, того или иного авторитета. Риторические приемы используются в сакральном тексте, и в главе 26 мы это увидим. И поэтому учет законов риторики необходим для его правильной интерпретации. То есть Миша здесь забегает немного вперед, да, сразу говорит о том, что не следует думать, что маймонит не уделяет должного внимания другим типам дискурсов. То есть есть дискурс доказательный, это, собственно говоря, дискурс философов, и они пользуются аподектическими суждениями, которые основаны на определенных аксиомах и правилах. Но на самом деле важны и другие, и диалектика, и риторика, и, возможно, даже поэтика. Они тоже на самом деле важны, поэтому здесь он называет их искусством. К какому искусству они относятся? Субтитры создавал DimaTorzok